Сейчас тоже бросок был метров на 25. Правым флангом пошла атака хозяев поля. И Нильсон её закончил налево. Да, предупреждал Эрик Распуссен, что в Дании будет совсем другой футбол. Распус Хансен, он же Даугард. Прекрасную передачу сделал на Давида Нильсона. И посмотрите, какое классное исполнение удара с подкруткой в дальний угол. Но армейским защитникам остаётся только, наверное, действительно. Друг у друга спрашивают, как же так? Кто оставил Нильсона без внимания? Вышел из ворота Кенфеев, забрал мяч в руки и сразу вперёд на Карвальо. Дуду Карвальо уходит от соперника. Ну же, гол! Волшебник. Гений, гений Даниэль Карвальо. Умничка! Вздохните спокойно. Можете сходить после повтора на кухню, взять по дополнительному бутерброду. Даниэль Карвальо забивает нужный гол. Спаситель, спаситель Карвальо. Посмотрите, как он это всё исполнил. И точный удар с любимой левой в дальний угол. Хотелось бы обратить действие на Самодина, грамотный. Не стал забивать зону Даниэль Карвальо, а спокойно уводил центрального защитника в правую сторону. Сергей, не по молодости правильное решение. Нет, вы знаете, это был, по-моему, всё-таки Давид Нильсон. Ну! 2-1! Сергей Самодин забивает свой гол в Кубке Луэфа. Ай, счастливчик Газаев. Выпустил Самодина для гола. Пока мы смотрели повторы многочисленные, Сергей Самодин вот один момент и пошёл на добивание. Снова фраза, которую мы уже сегодня говорили. Не забиваешь ты. Ну и хорошо! Кто бы возражал? 46-я минута. Точнее, 76-я. И начинает напоминать это повтор московского матча. Когда против жёсткой, дисциплинированной игры армейцы применяют всё своё умение. И, в конце концов, это даёт определённый результат. 2-1. Московский клуб впереди в гостях. У датского Метионга. Вы знаете, даже не расстраиваюсь из-за того, что эту комбинацию от начала до конца мы с вами не увидели. Ну вот, сбываются ваши предсказания, Андрей, что датчанам надо идти вперёд. Карварио! Ну, издевается уже, просто издевается над соперниками! А это уже полное повторение. Два мяча. Карварио. 3-1. Тот же счёт. И радость армейских футболистов. Посмотрите, как здорово накрыли здесь на половине поля соперника. Неточная передача. Да, не выдержали нервы в конечном итоге у датчан. Ну, если в первом матче после удара пим-понга мяч изменил направление здесь уже от вратаря. Посмотрите, что делает, а! Там ещё и в подкате два датских футболиста столкнулись очень подходяще. Есть много терминов, как выражают футболисты. Спасибо.